Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня варим холодец, холодное у нас говорят, значит варим мы его с чего? Значит у нас там варится говяжья нога и индюшиные шеи, а здесь замочено филе куриное. Говяжья нога сварилась ровно столько, сейчас покажу, вот так сварила, чтобы уже кости начали отходить, видите уже оголяются кости и теперь я положила сюда индюшиные шеи, они тоже будут вариться часа два, нога варится уже 3-4 часа хороших, значит индюшиные шеи тоже варятся и потом, когда уже все будет готово, все будет отходить от кости, мы кладем куриное филе и еще можем поварить час, потом ну и одновременно положим морковочку, лучок, лавровый листик, перец, посолим обязательно и все и варим его до готовности. Почему я такой набор сегодня сделала? К нам приходят дети на обед, а молодежь жирного не любит, мы едим и свиные и петушка люблю холодное, ну то есть мы любим всякое, даже может быть домашний петушок, так он еще и лучше, но там будет жирок плавать, почему филе, потому что куриные бедра тоже жир дадут, там шкуры много, шеи почему индюшиные, а не допустим крыло можно было купить или ножку индюшинную, там тоже шкура и будет тоже жир, вот сегодня я варю холодное на минимуме жира, вот так, чтобы ничего не плавало, а для себя, когда мы варим, так даже свиная ножка, можем даже свиную ножку и кусок свинины и тоже получается очень вкусно, мы любим всякое холодное, ну а молодые все вот внуки, дети, они стараются все постное, больше так, поэтому вот такое сегодня у нас будет холодное, продолжаем варить, да еще забыла сказать, что перед тем, как варить холодец, я вымачивала, ногу надо помыть хорошо, разрезали на две части и вымачивала и воду сливала, то есть даже может 3-4 воды у меня было и также шею вымачивала, а сейчас вот вымачиваю филейку, ну я вымачиваю, не просто помою, а вот она у меня постоит минут 20 или полчаса, я сливаю, новую воду наливаю, ну так я люблю, то есть здесь, там где кости и пенка обязательно, тоже я вам показала, уже я собрала, а так надо шумовочкой все время пенку снимать и я говорила, наверное, чтобы не кипело сильно в ключ, а вот так потихоньку, вот я ближе поднесу, вот так, оно как бы по чуть-чуть кипело, вот, поэтому сказала, что вымочить, обязательно вымачивайте, помыть и само собой помыть, а вымочить тоже нужно, ну вроде все сказала, где-то прошел часик и я положила сюда уже филе, лук, в общем все-все-все уже все заправлено, морковка, лук у меня пошел шелухой, я так люблю и так вообще красиво, советую вам делать, оно приобретет немножко такой цвет, не будет таким белесым холодным, потом лавровый листик, соль, перец, морковочка вон целиком тоже, тоже даст сладенький аромат, такой морковка и филе, даже еще не закипело, вот видите, значит посолить надо обязательно, как, чтобы оно было солоноватое, не в меру, а так вот вам как бы вот соленое, понимаете, как же так объяснить, холодное должно быть пересоленное, потом оно когда застывает, оно будет вкусное, если недосоленное холодное, оно не такое будет вкусное, вот варим еще, я тогда немножко оговорилась, что где-то час, варим где-то, ну я не знаю, я, я понимаете, как я же варю на глаз, я всегда знаю, чувствую мясо, я потрогала, посмотрела, сварилась, но я думаю, что будем больше, чем час варить, потому что где-то часа два будем еще варить, всего-то у нас прошло четыре, я так по времени, но холодное варится не меньше шести часов, вот так вам сказать, можно шесть-семь часов нужно варить холодец, тогда он вкусный будет, все варим, вот наше холодное сварилось, варилось оно, конечно, долго, почти семь часов, вот оно какое, ой, я не хочу размешивать сильно, я сейчас хочу вот такую вот пленочку, вот она, я немножко, она уже остывает чуть-чуть, она же не кипяток уже, то есть я подождала и вот эту пленочку, она застывающая, я буду собирать, соберу немножко ее вот так вот беру и собираю, это жирок такой собирается здесь сверху, потом вытащу все мясо, тут вот еще, ну я потом соберу, так оставлю так, чтобы не провалить, вот посмотрите, я вот сделала как, выложила сюда на отдельную тарелку, я выложила филе куриное, потом в другую тарелку я выложила шеи индюшины и нога, и это все мы должны отделить от кости мясо, вот я приготовила вот такую емкость, куда я буду складывать мясо, тарелочка, на которой я буду разделывать это мясо, которое на кости, я люблю на тарелке, почему, потому что тарелка чище, чем досточка, я так считаю, и мне удобно, она большая, две вилки у меня, все, сейчас будем разделывать, смотрите, вот шея лежит, да, и я вилочкой, я, ну может кто-то скажет, почему не руками, ну не знаю, я люблю вот так, мне получается, вилка, две вилки, одной вилкой я держу, вот, а второй, смотрите, очень аккуратно все снимается, ближе возьми, пожалуйста, оператор, вот так все, смотрите, полностью чистая кость, ну может кому-то не полностью, но у нас есть собачка, Дарсиуня, Дарси зовут, и мы ей отвезем это все, я думаю, что это косточки ей можно, это шея, это не трубчатая, ну еще спрошу, конечно, вот смотрите сюда, и вот все, я считаю, делилась руками, вы знаете, руками я не люблю, потому что я когда-то была в компании, очень давно, вот так беру, смотрите, теперь я беру, сейчас, беру и сюда перекладываю, потом я здесь потом вилочкой еще разнимать буду, все, это чистое мясо здесь у меня получается, я когда-то была в компании, и с кем-то сидела рядом, это так давно было, уже лет 20 тому назад, и, рассказываю, ну все, и сидел кто-то со мной, когда женщина сидела, я говорю, бери холодное ешь, такое вкусное, там у кого-то, мы в гостях были вместе, а она говорит, я ни у кого холодного не ем, кроме как свое дома, потому что его руками разделывают, с тех пор я задумалась над этим, и подумала, правда, оно же не обрабатывается, руки, горячей обработки нет, а холодное хранится у нас долго, даже до трех дней, это же по-другому как-то, одно дело бутерброд взять в руки, намазать, то вы сегодня его съели, а другое дело холодное, оно же меньше будет или хуже хранится, но это лично мое мнение, вы можете как хотите делать, я так делаю, так, вот косточки, смотрите, посмотрите, какие остались кости, я все вижу, я, конечно, очки одела для того, чтобы все было хорошо, и вот все, почти мясо, практически все я сняла, вот, посмотрите, я считаю, что это голая кость осталась, вот, теперь следующую беру шею, кусочек шеи, смотрите, еще раз, и то же самое проделываю, вот, оно чудесно снимается, так же будет и с куриной ножки снимется, вот, посмотрите, я чувствую, я вижу кости, вот, косточку, я ее сюда, и вот так снимаю потихоньку, холодное разбирать, спешить не нужно, вот так, у меня получается, у кого не получается вилочками, делайте руками, я никого не призываю, я просто показываю, как я делаю, вот, я сейчас покажу, что 90% мяса снимается, ну, а 10%, я думаю, что у всех во дворах есть собачки-дворняшки, можно покормить и собачек, а можно просто, в конце концов, выбросить, но, вот, мяса почти нет, ну, посмотрите, какие косточки, голые кости остались, вот опять беру, ножку я сюда не буду класть, я уже говорила, дети приходят в гости, здесь будет только курица и индюк, ногу мы с мужем сами съедим, мы его очень любим, это холодное с ноги, поэтому я ногу отдельно, ногу я отдельно разберу, дети не едят ногу, молодежь не любит, внуки не любят, никаких хрящей, чтобы не было, чтобы никаких, ни шкур, ничего, хотя нога у меня говяжья, я уже говорила, вот, прокатилась, вот так чудесно вынимается косточка, даже с этими штучками, видите, с такими вот трубочками, так, я вот вилочкой, я вилочкой, смотрите, я все проверяю, вот так вот, да, нету ничего, а филе, посмотрите, оно вилочкой чудесно вообще снимается, вот так берешь вилочкой, разнимаешь на ниточки такие, и все, и не нужно никакого, вот, смотрите, Если сильно будет длинная, захотите, можно потом ножом. Всё, вот такими вот сюда отправляем. А теперь мы берём вот такое ситечко. Я черпачком, можно прямо с кастрюли, но я черпачком вот так вот наливаю. Выливаем бульончик. Теперь, когда налили, при желании можно вот так сделать, пошевелить, чтобы мясо приподнялось. То есть нужно вот так вот приподнять мясо. Вот видите, грудинка белая, а шея тёмное мясо. И вот так немножко приподнять мясо. Вот, вот, всё, оно поднялось. И теперь всё в холодильник прячем. В холодильник, у кого балкон холодный, пусть застывает. Достала с холодильника холодное. Вот оно застывшее уже полностью. Если видно вам. Вот я вилочку положила, вилка держится. Вот стучу, видите. Полностью застывшее холодное. Вот, вилочка держится. Никуда не девается, не проваливается. Холодное хорошее получилось. Ну, здесь все хорошие продукты. Прекрасный навар получился. Такой бульон вкусный очень. Холодное будет хорошее. Резать не буду сейчас, потому что ещё не сейчас садимся мы за стол. Ещё даже стол не накрывала. Поэтому режем холодное перед подачей на стол прямо. Всё, пока-пока. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь. Заходите в гости. Будем готовить.